Валерий Николаевич Савлаев События минувших дней, события уже годичной давности, которые вошли в историю. Давайте перенесемся на год назад и вспомним, как лично ваша организация общественная принимала участие в Крымской весне, каким образом помогала крымчанам, оказывала, возможно, какое-то содействие, поддержку. Спасибо большое, я поздравляю вас и всех наших граждан с годовщиной. Вы помните, это было такое напряженное время, когда именно год назад я был здесь, приехал в этой студии. И как раз приехала делегация, а не делегация, а гуманитарная помощь Северной Осетии. Вот у меня здесь фотографии. Осталась на память, да? Как раз таки это стоит машина, я так понимаю, с помощью, да, с гуманитарной на тот момент? Три суперкамаза с прицепами, это была гуманитарная помощь была, но эта помощь была очень необходима в то время, чисто не только психологически, это была моральная поддержка очень большая. И о нашей общественной организации, вот помните, было очень время такое напряженное. Есть люди, которые ждут, как куда ветер донет, а мы не флюгеры, поэтому мы одними из первых выразили свою поддержку руководству республики о проведении референдума. Написали обращение нашей общественной организации, она была опубликована и в СМИ, и об этом знали все. Вот, но мне очень, знаете, вот в это время, я помню, какая была поддержка была оказана, какие митинги были проведены. Я все время был на связи, все время переживали Северная Осетия, вот как вы там граждане республики и вот эти граждане Северной Осетии, они остались в стороне. Я очень благодарен и горжусь, что у меня такие земляки. И это, знаете, есть вещи, которым ты гордишься, именно этот вот момент, когда вот эти события произошли. И потому что мы не можем, значит, когда было событие, когда и 0,8, 0,8, и бесланские события, мы всегда чувствовали поддержку крымчан. Вот, поэтому как бы это что посеешь, что повезнешь, как говорят в народе. Помимо этого, помните, когда мы остались вообще без денег, обновлили счета, и я поехал в Северную Осетию вместе с моими друзьями. Приехали ко мне друзья, я говорю, слышите, у меня такая ситуация, мы остались без денег, мне надо поехать туда, в Северную Осетию. Встретиться с председателем Совета Министров, с руководством республики, для того, чтобы эти деньги именно перечислили нам. Они развернулись, эти ребята, и мы поехали на машине, приехали, встретился с Такоевым. И вот 2 миллиона было перечислено в Одесскую больницу, Гурзов 1,5 миллиона, 800 тысяч было перечислено на бензин. А потом, когда я уже через некоторое время переехал в Волошту на работу, там тоже были перечислены деньги. То есть это, может, это и небольшие деньги, но на тот момент это была большая поддержка, необходимая для того, чтобы хотя бы функционировали детские сады, на какое-то время больницы и другие. Валерий Николаевич, если уже все-таки перенестись обратно в настоящее, на сегодняшний день Осетия и Крым, они каким-то образом поддерживают отношения? Насколько эта связь не утрачена? Насколько идет такая взаимопомощь? Спасибо за вопрос. Вы знаете, когда мы еще были в составе Украины, тогда делали мы все для того, чтобы связи с Россией у нас не прервались. Наша общественная организация непосредственно занималась этими вопросами. Мы устанавливали братские отношения между Ялтой и Владикавказом, между Гурзуфом и Бесланом. А вот в сентябре прошлого года на 13-м форуме международном в Сочи было подписано соглашение между Крымом и Осетией. Это целенаправленно наши отношения, которые были для того, чтобы отношения исторические и вообще в целом между Россией было всегда. Ну помимо таких вот процедур, скажем так, формальных больше, наверняка есть какие-то более такие вот практические вещи, конструктивные. Мы знаем о том, что были организованы какие-то выставки и о том, что что-то планируется еще, запланировано. Вот в Волоште в частности. Вот расскажите, какая ведется работа на сегодняшний день? Ну, поскольку я уже в Волоште, я уже недавно провели, когда было событие, годовщина, десятилетие бесланским событиям. Там была выставка, посвященная этой дате. Потом у нас есть, не у нас, у меня получается и там здесь, у нас и там. Вот. Есть замечательная детская художественная школа имени Тавасиева во Владикавказе, была выставка детей в Волоште. Сейчас мы запланировали уже в рамках соглашения, учитывая братские отношения между Гурзуфом, Ялтой, Владикавказом, проведение двухсторонной выставки, художественной, творческой выставки, как здесь, так и в Владикавказе. То есть авторы из Осетии выставятся в Крыму, а крымские, наоборот, такой вот культурный обмен произойдет. Чему будет посвящена выставка, уже известно. Ну да, понятно, это нашим отношением. Сейчас инициатором выступила галерея «Почерк» по проведению этой выставки. Очень замечательный коллектив. И мы занимаемся, вот сейчас только звонили мне в Северной Осетии о том, что о своих намеренных и необходимой поддержке проведения этого мероприятия. А генеральный план Алушты также, мы знаем, был составлен, составляется, каким образом это происходит? Вот вы замолвили слово немного за кадром. Дело в том, что у меня вот есть землячество, во всех регионах есть землячество осетинское. Одно из сильных землячеств, это диаспора, это также находится в Красноярском крае. И когда я уже работал, уже работая в Алуште, я нужна поддержка, мощная финансирование для того, чтобы реализовать те планы, как главный архитектор города, для развития этого замечательного города. И я созвонился с ребятами осетинами, которые два, это генеральных директора крупнейших предприятий, комбинатов. Я говорю, мне нужно, говорят, такие отношения между нами, говорят. А он мне, говорит, один, сгоев Тамерлан. Ты что, говорит, слона с моськой хочешь подружить? Я говорю, ну какая моська? Но тем не менее, очень благодарен мэр Красноярском. Поддержал нашу идею. И сегодня мы уже ехали, вот была официальная делегация нашего города, о том, чтобы восстановление таких отношений. Вот, то есть, и получилось так, что мы знаем о том, что за каждым городом закреплен... Курирующий регион, Краснодарский залужный, закреплен Красноярский. Да, и получилось, что Красноярский край был закреплен. И вот мы приехали, чтобы решить оба главных вопроса, породнения и другие вопросы. Ну, как главный художник, для меня, архитектор, для меня, конечно, очень важен вопрос решения генерального плана развития города Алушта. И вот мы, в принципе, договорились с проектными организациями. Была встреча замечательная. Я хочу сказать, что поблагодарить весь народ России за поддержку не только Осетии, но вся Россия помогала, были неравнодушны в этот момент. И очень была теплая встреча, встреча нашей делегации. И говорят, что сибиряки очень добрые, гостеприимные, на самом деле это так. Вот. И вот сейчас звонили мне в Северной Осетии, поздравляли еще один из них, председатель, министр, министр по делам национальности, который отмечал, они три дня ехали сюда, три дня, и по пути он отмечал свой день рождения. Валерий Николаевич, мы желаем вам продуктивной работы, чтобы действительно все договоренности сложились, успехов вам. Спасибо. У нас все. Оставайтесь с первым крымским, не переключайтесь.